всем привет друзья во первых хотелось бы всех поздравить с прошедшими праздниками и пожелать всего вам самого наилучшего в будущем году сегодня у нас ролик посвященный разбору мультитрека на наш новый трек под названием изгой как всегда мы разберем записи этого трека поговорим о сэмплах о том как что создавалось и о всем что входит в данный мультитрек и так вот наш замечательный проект проект называется the king of cringe итак начнем записи барабанов посмотрим как они звучат В этот раз мы подошли к записи барабанов немножко по-иному, не так, как мы записывали их, когда записывали в Ротакон. Собрали немного другой сет микрофонов, Игорь Павлович принес сатураторы, разные предусилители, и с помощью этого мы сделали немножко другой звук. А также мы записывали эти барабаны на другой установке. Эту установку нам предоставил для записи Даниил Романш-Светлов, за что ему огромный респект и спасибо за то, что помог. Поэтому барабаны звучат немного по-иному. Особенно хотелось бы отметить, как звучат здесь тома. Так, сейчас попробуем их послушать отдельно. Даниил Романш-Светлов В общем, хочется отметить, что звук барабанов в этот раз получился совсем другим, и на самом деле мне это очень понравилось. В скором времени у нас выйдет EP, и полностью все барабаны были записаны в один день на одном сетапе, поэтому везде они будут звучать вот так же замечательно, как здесь. Так, переходим далее к бас-гитаре. Бас-гитару мы записываем нашим стандартным сетапом. DI-сигнал, сигнал с предусилителя Universal Audio. В этот раз мы также записали Адама, это преамп от компании Darkglass. И сатуратор Jack FX. Давайте послушаем каждый сигнал по отдельности. Так у нас звучит DI-сигнал. Так звучит сигнал с Universal Audio. Так звучит сигнал с Адама. Последний наш сигнал это сатуратор. Ну и послушаем, как звучит это все вместе. Многие, я думаю, заметили, что здесь у нас еще четыре дорожки баса. Мы с Антоном решили поэкспериментировать в этот раз и записали вот для этого момента две бас-гитары. То есть у нас отдельно были сыграны точки и отдельно была сыграна партия. Исподин себе мы сработали. Этот прием мы называем ярмаркой. Итак, переходим далее к гитарам. Первая гитара. Эта гитара осталась у нас самой первой демо версии. Решили ее не менять, потому что как-то она по-особому звучит. Звук тоже остался с первой нарульной демки, то есть здесь пресет из плагина Гаджира. Также есть небольшой нюанс. Вступление песни, оно здесь в другом темпе. То есть с ярмарки у нас начинается 212, до ярмарки здесь идет другой темп. Далее у нас две гитары. Здесь просто ди-сигналы, то есть отправляли их на рямпинг. К сожалению, рямпа у меня нету, потому что его делал Николай Баженов из Metal Studio. Большой ему привет, если смотрит. У меня только ди-сигналы, которые я сейчас обработал плагином, чтобы было понятно, что там играется. Здесь у нас вступает мелодия. мелодия тоже осталась самой первой демо-версии. Оставили, как она была. Обработана тоже плагином от Neuro DSP. Больше ничего здесь нету. По поводу основных гитар. Итак, чтобы посмотреть, как эти гитары делали, нам нужно зайти в альтернативный проект. Пока загружается наш проект, хотел бы всех пригласить к себе в телевизор. Телеграм-канал. Там я рассказываю разные интересные истории из туровой жизни. Не только. Иногда делаю тизеры новых треков, нового материала. Рассказываю о каких-то тонкостях создания треков. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. Ссылка внизу. Итак, вот мы открыли нашу первую демку. Это не проект чистовой записи, но по такой же схеме там и выполнялась автоматизация. То есть берется дорожка, на ней прорисовывается нужная вам вами, в каких местах она будет сыграть. После этого мы заходим в плагин, отключаем здесь все эффекты, кроме вами. Отключаем грелку, отключаем голову, отключаем эквалайзер, отключаем кабинет. Смотрим, не включены ли никакие педали. И после этого выводим уже трек. То есть таким образом перед ремпингом готовится партия с педалью вами. Итак, вернемся к нашим гитарам. Также помимо... Помимо гитарной основной партии у нас здесь записаны питчи. По моему мнению, так просто звучит немного страшнее и тяжелее. Поэтому как-то в последнее время, начиная с фортакона, подписываем всегда питчевые гитары. Причем это не скопированная гитара с питчем, а записанная еще одним дублем. Причем эта партия не повторяется, она сыграна немножко по-другому. То есть на основной гитаре играет с вами, а на питчевой гитаре только низкие ноты. Послушаем, как это звучит все вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В этом брейкдауне у нас подписаны еще две гитары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень нравится прописывать тяжелые моменты, помимо питчей еще и это. Наверное, это лишняя заморочка, но почему-то так веселее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жалко, не это триампольная гитара, но, я думаю, суть ясна. Итак, переходим к сэмплам. Сэмплов у нас здесь достаточно много. И сейчас мы о них поговорим. Начинается у нас все с биточка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь бит уже собран в одну вавовскую дорожку, ну, чтобы не загружать проект, потому что в нем и так больше ста дорожек. Далее у нас такой вот самоплачок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И один здесь фил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну и дальше у нас вход в сам трек ну въезд исполнен у нас вот из такого количества сэмплов кстати в данный момент я готовлю библиотеку своих сэмплов если вам интересно это напишите в комментариях а также укажите как вы думаете сколько такая библиотека может стоить такой вот сэмпл на момент очень люблю такие сэмплы они очень круто заполняют пространство особенно когда они так вот хрустят тоже к сожалению уже это готовый сэмпл собирал я его из звука бас-гитары на него вешал компрессор дисторшн и в конце airbass и примерно вот такой вот звук ну там еще некоторое количество нюансов вот еще если некоторые думы обратили внимание он на 2 тонны здесь от начального звука то есть показал что так будет звучать круче так ну и дальше у нас набор сэмплов на брейкдаун когда я собираю такие вот сэмплы на брейкдаун например я всегда стараюсь отталкиваться от барабанов то есть если если послушать их с барабанами в первую очередь то все встает на свои места и появляется какой-то смысл так далее мы переходим к следующей части это у нас предприпевная часть где используется уже другие сэмплы основная часть это состоит из двух синтов первый вот такой немного леди гагу мне почему-то напоминает 2 такого цвета ну и вместе вот они создают какое-то интересное взаимодействие между собой то есть пульсация одного взаимодействует с пульсацией второго и создается какой-то такой вот дискотечный вайп ну и соответственно есть такой вот мы его со славой в самый последний момент придумали сидя в студии такой вот синтезатор из встроенный синтезатор от logic pro ну и какое-то количество обработок ну если все вместе послушать также у нас здесь есть также у нас здесь есть 808 кик из моей библиотеки и и два малых барабана ну и все вместе это звучит таким вот образом также вот можно обратить внимание что здесь есть сэмплы которые замучены в самый последний момент я решил что они не по не потребуется в припеве потому что и так очень много всего у нас здесь и гитары и бас и вокал довольно все партии нагруженные плюс еще и сэпл вот такие вот достаточно 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 плотные которые занимают большое количество частотного диапазона в пространстве поэтому еще и вот эти сэмплы причем ну можно их послушать как они звучали бы но это все нужно для создания какого-то вот пульса так ну что здесь еще интересно у нас также здесь есть вот такой вот интересный сэмпл перед брейкдауном на самом деле очень тяжело уже сказать чем руководствовались когда создавали этот сэмпл из чего он создан но какого-то своего настроения он придает еще он может быть создан легко сейчас проверить то есть такой вот сэмпл был занизили его пичем повесили на него такого-то степа фикс он задает некоторый ритм любому сэмплу ну и немного обработали эквалайзером вот что получилось так же как и вот с этим сэмплом тоже то есть это были какие-то просто тарелочки в общем своего рода это извращение над здравым смыслом но есть в этом определенный интерес в брейкдауне на каждый малый барабан подмешан сэмпл очень нравится мне это делать два примерно одинаковых сэмпла расставлены отставлены друг от друга на расстоянии чтобы создавали эффект заполнения такой итак мы рассмотрели все сэмплы переходим к вокалу вокалов у нас здесь достаточно много сколько мы записали начинается все это у нас с результатива вначале здесь присутствует вокал для поддержки битка вначале по-моему прикольно это мы в последний день перед тем как поехали на запись прогоняли чистовики со славой на студии и подумали что-нибудь стоит сюда еще вставить такого веселого ну как всегда издевались над здравым смыслом и подумали что почему бы не напеть арарарарар на весь этот бит и тоже оставили этот вокал так также с вокальной демке то есть даже не перезаписывали в студии то есть один вокал у нас здесь более агрессивный второй второй спит чуть более высоко и вместе звучит достаточно плотно так далее с ярмарки у нас вступает кричащий вокал к нему идут ответки у нас которые прописаны двумя видами вокала мне все очень нравится когда параллельно записывают несколько вокалов то есть там идет кричащий вокал низкий вокал еще какой-нибудь там третий вариант или четвертый вариант вокала это все звучит всегда очень круто как-то очень фирменно может создать нужное настроение в этом треке так вот вокальчик есть мы его называем на записи в очередной раз повторюсь когда вы записываете вокал и записываете их в том количестве в котором вы считаете нужными абсолютно неважно как это будет самое главное это результат который получится на выходе далее у нас начинается чистый вокал станет ярче он у нас записан здесь двумя видами просто чистый вокал станет ярче станет ярче ну и вокал на октаву ниже станет ярче новый горизонт это чувство на за собой ведет ну шепот куда без шепота то далее у нас начинается припев он нас состоит из потом у нас второй вокал держать всю ярость внутри больше нет сил и с каждым вдохом нам слишком сложно дышать ну опять же используем этот же самый прием то есть вокал записан высоко вокал записан на октаву ниже все вместе в это создает такой объем и вокал звучит гораздо плотнее также у нас для входа в припев есть строчка спета на надрыве держать всю ярость внутри больше нет сил ну и все вместе это звучит уже достаточно плотно держать всю ярость внутри больше нет сил из каждым вдохом нам слишком сложно дышать на уме понять что этот плавленый воздух поможет все нам рассказать сквозь зубы закричать какие-то из этих дорожек мы записывали на студии какие-то оставили с демки потому что уж больно они получились прикольными по-моему вот это оставили мы как раз дымки все вместе это вот так вот достаточно прикольно звучит мы град построим оградившись мечтами на месте мертвых позабытых людей в моменте с низким вокалом у нас здесь записано три вида значит первый вид у нас такой вот второй вид ну и третий вид я вообще если честно не знаю как слава исполнять такие вещи и какими частями тело он извлекает такие звуки но звучит это очень жутко и страшно когда записывали вокальная демо во время брейкдауна слава почему-то решил закричать и мы так эту идею тоже и оставили на чистовую запись просто крик и так сегодня мы с вами рассмотрели мультитрек песни изгой именно в таком вот виде эти дорожки отправлялись николаю на сведение поговорили о том как записывались барабаны что там поменялось записи баса гитар также мы очень углубленно рассмотрели сэмплы в этом треке еще раз повторюсь то что хочу создать библиотеку сэмплов на продажу вместе которые будут включать в себя и эти сэмплы тоже рассмотрели с вами запись вокала какие дорожки вокала вячеслав использовал что записывал друзья всем спасибо за просмотр этого видео еще раз желаю вам в наступившем году всего самого наилучшего подписывайтесь на мой телеграм-канал туда я выложу разбор демо трека данной композиции где мы рассмотрим части которые не вошли в эту песню какие-то еще нюансы как создавались сэмплы в общем всем спасибо пока сэмплэйт